Ну что, давайте знакомиться. Менеджер Арифлэйм Сергей Арифьев. Сережа, здравствуй. Сережа, ну, у тебя те же самые вопросы. Скажи, чем ты занимался до Арифлэйм? До Арифлэйм чем-то не занимался. Был по образованию юрист, как и свой, как и мой бизнес-партнер, мой наставник, Кирилл Бабакин. Но по специальности не работал, как говорится, ни дня. Само того, что я не из города Чебоксары. Был, научился крутить гайки, потому что было производство, работали в производстве. Затем работал менеджером в продаже, продавал, скажем так, компьютерные программы специализированные. Был Дедом Морозом. Последнее место работы в Панаме это крупная компания нашего города, нашей республики, опять же, которая имеет сеть по России. Менеджер по работе с крученными партнерами. Скажи, а что привело Арифлэйм? В один прекрасный день раздался звонок, милый женский голос сказал, Сергей, есть тема, надо встретиться. Предложение от девушки, просто она модельная внешность, высокая. Я, с честным, на другой рассчитывал, но потом оказалось, что это Арифлэйм. Вот так попал в Арифлэйм. Скажи, а как ты делал первые шаги в бизнесе? Ну, я здесь, наверное, могу продублировать своего наставника, Кирилла. То же самое. Тяжело, скрипя зубами. Сначала вообще было непонимание, зачем мне это надо. Вот это я сейчас уже это осознаю. А тогда было, как говорится, честно могу сказать, я не понимал, зачем мне это надо, и не делал мне это решение. Хорошо. А сколько человек у тебя сейчас в первом уровне и всего в организации? Всего в организации 88 человек, в первом уровне 38. 38 в первом, 88 в первом. Хорошо. А кого и каким методом ты приглашаешь? Я приглашаю, как говорится, по теплому рынку тоже. Ну, как теплый рынок, сами знакомые. Знакомлюсь с новыми знакомыми. У меня всегда с собой визитки, у меня разные вот. И по бизнесу, и по продукции всегда очень много дисков у меня с собой в сумке. Это и по wellness диски, и бизнес 45 минут диски. Ну, то есть, все, что можно. Моя задача, как бы, взять либо телефон, либо был бы позвонить человеку. Сейчас в последнее время начал тоже использовать социальные сети. Отрабатывать акции, которые предоставляет компания через социальные сети. Дисконтную карту очень хорошо сейчас используем. Вот такие вот, методы приглашения, дисконтную карту. Отлично. А как тебе помогает серия wellness? Серия wellness, ну, во-первых, она мне очень хорошо помогла в свое время и продолжает помогать. с ее помощью я сбросил более 30 килограмм веса. Могу фотографии, если надо показать. Ну, в общем, многие видели эти фотографии. До wellness я весил порядка 110-115 килограмм. После встречи с wellness, через определенное время, мой вес... У тебя фотография рядом? Да. Ну, давай, покажи. Это до встречи с wellness. Да, вот свина. 15 килограмм. Это... Потом познакомился с wellness. После продолжительных отношений с wellness вот такой результат. Это через полтора года. Афиги, класс. Вот, в таком-то образе. Только своим примером, как говорится, только вот таким вот образом. В плане здоровья вот потрясающий свой просто эффект и эффект, скажем так, результат своих близких. Какие планы вообще, папа, у нас? То же самое не буду, как бы, говорить громкие слова, чтобы максимально 100% активных пользователей нашей, моей организации были 100% пользователями коктейлей, пэка и других продуктов, которые будут появляться. Класс. Скажи, Сереж, а как ты изменился благодаря бизнесу с Арифлайм? Ну, скажу сразу, мысли и вообще сам я изнутри на, как это, на 180 градусов. Ну, не 360 отобратно, в общем, 180 градусов мышления. Потому что до этого я проще был, я помню сам себя, мы, по воскресеньям просто, скажем так, нужно было приезжать на работу, брать задания на всю неделю. И вот мы там собирались, у нас в отделе парни работают, большинство. И вот мы там собирались и, короче, жаловались, это я сейчас понимаю, жаловались, у кого, как говорится, хуже. Да, ну, тогда я думал, что это нормально, то есть, искали виноватых, так далее, так далее. Вот сейчас, это вот одно из изменений каких, да, вот такое вот. Я ни в коем случае не хочу возвращаться в то мышление, как я был тогда, вот это вот основное. Скажи, Сереж, а есть какие-то мечты, которые уже осуществились и что в планах? Да, есть. Я вот честно говорю, я нашел занятия, у меня же всегда с детства была мечта, то, что я обязательно буду работать скажем так, в мой стиль рабочая одежда в костюм, галстуки, ну, деловой стиль одежды с портфелем, ну, это такое вот, да. Я не знаю, как я очень сильно видимо этого хотел, я это себе притянул, работал в удовольствие. Я просто знаю, что сейчас это будет приносить результат и еще больше удовольствия от этого буду получать. Вот. Мне, вообще, по жизни, мне очень важно, чтобы меня окружали люди, которых я, вот, с которыми я очень дружу, которые ценят отношения со мной вот таким вот образом. Здесь у меня, на самом деле, ну, сбылась одна из таких вот мечт, у меня появились друзья, вот я их называю своей семьей. Это мои наставники, в первую очередь, и друзья. Вот. Вот это вот. Какие планы? Планы? Грандиозные. Ну, какие-нибудь поделись. Первая задача, основная у Reflame, это открытие бриллиантового директора. Открыть по итогам 2013 года квалификацию бриллиантового директора. Войти в бриллиантовую команду. А что-то из материальных планов есть? Из материальных, сразу же, войдя в эту бриллиантовую команду, материальные планы у меня, скажем так, очень, это все отразится на этих материальных планах, потому что, вот, одно могу сказать, войдя в бриллиантовую, можешь мне это сказать? Войдя в бриллиантовую команду, вопрос автомобиля решится сам собой. Потому что я, вот, реально у меня посещают очень часто мысли, где за твою работу тебе еще дадут автомобиль. Вот это. У меня есть мечта, это, ну, свой дом, на самом деле, свой дом, небольшой квадрат на двести, вот, ну, ну, свой, не от папы, мамы, не от тещи, там, с тестем, вот, чтобы приезжали друзья, чтобы мы с папой сидели, и материально это путешествовать. Вот, очень хочу. Ну и, Сереж, в завершение, какие пожелания тем, кто только начинает? Я просто свой опыт. Когда, я, как говорится, у меня провалилось, что на самом деле Ари Флейм это стоящее дело, где-то месяца через три-четыре, знаете, как это было, я, ну, бывало такое, что не брал телефон, когда звонили наставники, так далее, так далее, но потом просто я для себя принял решение, думаю, надо разобраться уже с начала до конца, ну, взрослый человек, что вот ходить вокруг да около, вот, я просто взял аудиозапись наставника, вышестоящего, своего, Эдуарда Васильева, и в наушниках начал ее слушать и записывать конспекты. Стоимость прессии не разберутся, значит, это не мое. В определенный момент, где-то на половине записи, я понял, что бизнес вообще уникальный, вот, к чему рассказываю? Нужно сначала изучить это все, чтобы, прежде всего, принять взвешенное решение. Изучить. Не надо там, как говорил, мне понравился Кирилл, слушать неудачников, а принять трезвое, взвешенное решение вот таким вот образом. Спасибо. Спасибо.